и добро пожаловать обратно у нас был потрясающий обед гамбургеры без кровеносных сосудов я надеюсь что вам понравилось и все кто слушает нас в интернете пожалуйста подумайте о том чтобы прийти на наши следующие выходные для углубленного изучения о которых я расскажу вам через несколько минут что это такое а также о некоторых гостях которые скоро придут я стараюсь составлять новые презентации и придумывать новые идеи на самом деле каждый week-end углубленного изучения я составляю две новые презентации я представил вам одну из них в наш первый совместный вечер посвященную книге доктора макдугала с цветными картинками о пищевых отравлениях кстати вы можете найти эту презентацию на моем веб-сайте примерно на 15 различных языках включая французский и испанский и многие многие другие языки вы можете поделиться этим с нами вы можете поделиться этим с друзьями это не является не обязательством не по сути защитой авторских прав моя идея состоит в том чтобы поделиться этой информации с вами если вы хотите распечатать ее в своей собственной бумажной или цветной книжки с картинками не стесняйтесь сделать это вы можете поделиться этой информацией любым способом и вторая новая презентация которую я собираюсь вам представить посвящена артриту различным видам артрита и я надеюсь что это привлечет внимание многих из вас это очень очень распространенная проблема страдать от артрита а все что означает артрит это боли воспаление суставов это слово не описывает ничего другого если кто-то говорит что у вас артрит то он имеет в виду проблему с суставами и эти проблемы с суставами могут проявляться в самых разных формах когда я впервые начал интересоваться диетой и артритом это было еще в 1978 году в 1978 году я был всего лишь молодым врачом практикующим внутренние болезни и мне на стол попала эта брошюра от фонда борьбы с артритом и что касается меня то это могло бы касаться и меня если бы я слушал свое традиционное образование то эта тема обсуждалась бы фонд борьбы с артритом уже принял участие в этом деле у нас нет других причин обсуждать связь между диетой и артритом потому что фонд борьбы с артритом выпустил эту двух трехцветную брошюру синего цвета в которой рассказывается вся правда об артрите и мне не нужно больше думать об этом потому что фонд по борьбе с артритом безусловно полностью изучил этот вопрос были проведены все научные исследования и вероятно было опубликовано стоили 200 а может быть и тысячи работ в которых делалось подобное утверждение об истинной связи диеты и артрита так и должно было быть потому что ни одна ответственная организация не пошла бы на такой шаг который автоматически закрыл бы умы врачей и пациентов от этого вопроса потому что он уже решен фонд борьбы с артритом взвесил ситуацию и то что они сказали является правдой диете и артрите может вас удивить дело просто в этом не существует специальной диеты для лечения артрита никакая конкретная пища не имеет никакого отношения к его возникновению и никакая конкретная диета не вылечит его вот цитата из их брошюры фанатики здорового питания и торговцы здоровыми и натуральными продуктами питания могут сказать вам обратное я здесь для того чтобы сказать вам обратное и я здесь для того чтобы сказать вам что они не прилагают к этому никаких усилий с точки зрения науки в то время не проводилось никаких научных исследований подтверждающих эту брошюру на самом деле проведенные на сегодняшний день научные исследования показали прямо противоположное это было в 1978 году сейчас 2014 год фонд борьбы с артритом говорит что сегодня хотя не существует конкретной диеты который должны придерживаться люди с ревматоидным артритом исследователи определили определенные продукты которые могут помочь контролировать воспаление многие из них содержатся в так называемой средиземноморской диете чтобы это не значило в которой особое внимание уделяется рыбе овощам и оливковому маслу а также другим основным продуктом питания а вот фотография с их веб-сайта они отмечают что я не думаю что это тофу у них в салате есть сыр а на гарнир оливковое масло и я вообще не вижу никаких крахмалов на этой конкретной фотографии из фонда борьбы с артритом да хорошо они добились небольшого прогресса может быть они рассказывают эту историю немного по-другому может быть но все же больной артритом или врач который может быть заинтересован в том чтобы помочь своим пациентам использовать диету для лечения различных видов артрита полностью отказывается от каких-либо действий потому что это уже решено врачом фонд борьбы с артритом и их исследования а также их исследования которые не являются чем-то особенным ничего особенного никаких исследований никаких исследований никакой поддержки на самом деле все исследования которые вы можете найти на моем веб-сайте если вы зайдете на сайт drumgdaugl.com посмотрите в разделе горячие темы посмотрите в разделе артрит вы найдете там статью под названием диета единственная надежда при артрите я изучил научные данные которые были опубликованы к этому времени и не нашел ничего нового и вы увидите 28 работ в которых доказывается что диета действительно вызывает воспалительный артрит и я расскажу вам о некоторых из них но всем известно что подагра это разновидность артрита возникающая из-за пищи есть ли кто-нибудь кто не слышал об этом кто-нибудь не слышал истории о королях и королевах о том что употребление большого количества мяса вызывает подагру так что да фонд борьбы с артритом признал это но правда диете и артрите должна быть раскрыта когда очевидно что существует исключение подагра артрит гауди артрит гауди не существует при той диете которой мы обучаем чтобы заболеть артритом гауди нужно питаться как король королева или американец это дегенеративный артрит который встречается гораздо чаще у 70 процентов людей если вы сделаете рентгеновский снимок их рук у 70 процентов людей старше 65 лет обнаружатся дегенеративные изменения при артрите мне уже за 65 я не знаю ни о каких подобных изменениях в моем теле которые бы присутствовали это могло бы произойти если бы вы сделали мне целую кучу рентгеновских снимков но пока что я не вижу в себе ничего подобного может быть я являюсь одним из исключений а может быть и вы входите в число 30 процентов этих людей но у 70 процентов людей наблюдается то что мы называем артритом износа который является нормальной частью старения именно это вам и говорят это нормальная часть старения вы ничего не можете с этим поделать и в каждом сообщении всегда есть доля правды да по мере того как мы становимся старше у нас появляются некоторые признаки дегенерации мы становимся старше я имею в виду просто и ясно что мы становимся старше это неоспоримый факт вы не собираетесь этого менять. К тому же суставы будут становиться менее эластичными по мере того, как вы становитесь старше. И в них будет наблюдаться накопление повреждений на протяжении 60, 70 или 80 десятилетий жизни. Да, это будет присутствовать. Так что все это правда, но это неизбежно и неконтролируемо, и мы ничего не можем с этим поделать. Вам нужно обратить внимание на другие части мира, где люди привыкли питаться по-другому. Еще 30 лет назад люди придерживались так называемой диеты Макдугала, диеты на основе крахмала с очень небольшим количеством мяса, молочных продуктов и лишь небольшим количеством масла. И это происходило в таких частях мира, как сельские районы Африки и Азии. Сейчас здесь живут трудолюбивые люди. Они работают на фермах, целыми днями работают в полях, собирают урожай, обрабатывают землю, таскают тяжелые корзины, переносят тяжелые грузы. И все же у них дегенеративный артрит, что является нормальной частью старения, просто износ и износ редко встречаются в этих странах. Так оно и есть. На самом деле вот публикация об остеоартрите 1975 года, в которой говорится, что это заболевание в сельских районах Африки встречается очень редко. А также люди. Как мы можем заразиться дегенеративным артритом в нашем обществе? Я получил письмо от Нити, с которым мы вместе писали. Я знаю, что сейчас все дело в компьютерах, просто подключаю клавиши к компьютерам. Именно износ приводит к дегенеративному артриту, а наше общество практически не представляет собой ничего особенного. Это не может быть результатом обычной повседневной физической травмы. Да, серьезная травма может привести к дегенеративным изменениям, в этом нет никаких сомнений. Но обычная ежедневная работа в поле по 8-12 часов в день, тяжелая работа по рыхлению почвы, ношение корзин и так далее, по-видимому не приводит к этому у людей, которые хорошо питаются. Но в нашем обществе у людей, которые плохо питаются, происходит то, что происходит с питанием, кровообращением, иммунитет и так далее к суставам, настолько ослаблены. Что незначительные действия, такие как вязание, например, когда вы забираете своих внуков, приводит к дегенеративному артриту у 70% людей в возрасте 65 лет. При больших нагрузках, когда они питаются диетой на основе крахмала с очень небольшим количеством животной пищи. Теперь вы задаете себе вопрос, является ли этот вид артрита обратимым? Да, в какой-то степени так оно и есть. Доктор Бленд опубликовал свое исследование в журнале American Journal of Medicine, в котором показано, что да, вы можете частично обратить вспять этот изношенный артрит. Я расскажу вам о своем опыте. Наверное, половина людей, которые приходят ко мне, говорят, что у них дегенеративный артрит. Дегенеративный артрит это артрит из носа, о котором мы говорим, вызванный травмой и неправильным питанием, которое позволяет ему развиваться с такой ускоренной скоростью. Я бы сказал, что примерно половина людей, кто видит меня с таким диагнозом, дегенеративный артрит, но половина людей говорит, что мне уже лучше. У меня перестали болеть колени, перестала болеть спина, перестали болеть плечи. Я просто предполагаю, что у половины людей это так. Их не так много, как бывает, когда у вас другой вид артрита, воспалительный артрит. Я говорю вам, что есть некоторая надежда только на то, что вы сбросите весь этот лишний вес, который вредит вашим бедрам, коленям и лодыжкам. Каждый врач, когда вы приходите с проблемами тазобедренного сустава, колена или лодыжки, говорит вам, что у вас дегенеративный артрит и вам может понадобиться помощь. При замене коленного или тазобедренного сустава, каждый врач либо думает, либо должен сказать вам, да, вы знаете, что вам тоже нужно сбросить 50-60 фунтов. Так что просто ради того, чтобы сбросить лишний вес, который продолжает повреждать суставы нижних конечностей, вам стоит изменить свой рацион питания. Но в дополнение к этому, в дополнение к этому, я думаю, что есть возможность немного исцелиться. Это не так серьезно, как мне бы хотелось, но некоторое исцеление происходит за счет улучшения питания суставов и улучшения иммунологических проблем. При дегенеративном или хроническом артрите всегда присутствует какой-то активный артрит. Всегда присутствует какая-то воспалительная часть этого заболевания, и я думаю, что вы можете изменить ситуацию с точки зрения диеты. Но у вас останется много остаточных явлений. Не обманывайте себя. Есть изменения, которые просто так не исчезнут. А теперь давайте поговорим о воспалительном артрите. Мы говорили о подагре, которая возникает из-за мочевой кислоты, которая возникает из-за диеты с высоким содержанием мяса. Вам все ясно по этому поводу. Всем известно, включая фонд борьбы с артритом, что причиной этого, как и всегда, является обильная пища. Кроме того, у нас есть дегенеративный артрит, который является хроническим износом, и, как я уже говорил, он также имеет диетическую основу. Дело не только в ожирении, не только в лишнем весе, но и в кровообращении и других факторах, которые питают суставы. Таким образом, у вас есть то важное улучшение, которого вы можете добиться при остеоартрите или дегенеративном артрите. Но то, на чем я хочу сосредоточиться, это воспалительный артрит, острый артрит, горячие красные суставы, которые активно воспаляются при различных состояниях. Их названия сочетаются с такими названиями, как псориатический артрит, ревматоидный артрит, волчанка, неспецифический воспалительный артрит. Это активное заболевание, и именно в этом вы можете внести такой огромный вклад. Именно об этом я и хочу поговорить с вами в течение следующих нескольких минут. Я сообщил об этом в своем информационном бюллетене за май 2014 года. Я сообщил о 10 тяжелых случаях воспалительного артрита. Диета и артрит, о чем фонд борьбы с артритом ясно сказал, что это не соответствует действительности и с энтузиазмом делает это до сих пор. Они не уделяют никакого существенного и важного внимания пациенту или врачу, которые хотят изучить эту точку зрения. Они бы обратились за помощью ко мне, но я опубликовал 10 случаев тяжелого воспалительного артрита в своем информационном бюллетене за май 2014 года. Я даже не получил комментарий и не получу его, потому что доказательства настолько очевидны, настолько ошеломляющи. Что связь между этими воспалительными артритами и диетой настолько очевидна, что никто никогда не поверит в это. Займите эту позицию. Никто и никогда не сделает шаг вперед. Никто и никогда не выйдет и не попытается защитить вас пациента от кого-то, кто предположит, что диета имеет какое-то отношение к болезни. Ребята, сейчас совсем другое время. Эти воспалительные артриты – это современные заболевания. Некоторые исследователи считают, что артрита раньше не существовала. Воспалительные артриты, такие как волчанка, псориатический артрит, ревматоидный артрит, не существовали до 1800-х годов. И хорошо задокументировано, что до недавнего времени эти заболевания были редкими или вообще отсутствовали в Африке и Азии. А еще совсем недавно, в 1957 году, нигде в Африке не было зарегистрировано ни одного случая заболевания ревматоидным артритом. В Африке все изменилось. В докладе 1975 года о воспалительных артритах, таких как ревматоидный артрит и анкилозирующий спондилартрит. Было установлено, что они встречаются редко или вообще отсутствуют в сельских районах Африки. Но сегодня все обстоит по-другому. Афроамериканцы сегодня очень часто страдают воспалительным артритом. На самом деле у чернокожих в нашей стране, Соединенных Штатах Америки, самый высокий уровень заболеваемости волчанкой, которая является воспалительным артритом. Среди всех расовых групп в мире. Страна. Так что же случилось с чернокожими с того времени, как они жили в Африке и до перехода в Соединенные Штаты Америки, что же произошло? Они не изменили свои гены. Невезение не было частью этого фактора. Разница между рационом питания сельских африканцев и рационом питания современных афроамериканцев заключалась в том, что они перешли от диеты на основе крахмала с фруктами и овощами. Очень небольшим количеством мяса и молочных продуктов к типичной американской диете, которая богата эти продукты питания. А также афроамериканцы, чернокожие в этой стране среди расовых групп, являются одними из самых больных людей в стране с высоким кровяным давлением, ожирением, двойным риском развития рака молочной железы и ужасными показателями воспалительного артрита, просто и ясны из-за изменения рациона питания. То же самое касается и низкой распространенности ревматоидного артрита в Китае. Но это же древний Китай. Я уже упоминал вам, что у нас есть данные. На самом деле, вы сами можете в этом убедиться. Я уже упоминал вам, что был в Индии всего месяц назад. У меня не было опыта поездки в Китай, но я знаю, что увижу, потому что мне доводилось летать на самолетах, где рядом со мной сидели граждане Китая. Я знаю, что я вижу и знаю, что показывают статистические данные. Несмотря на то, что до 1980-х годов в Китае воспалительный артрит практически не встречался. Сегодня он стал такой же эпидемией, как рассеянный склероз, ожирение и диабет. В сентябре 2013 года в журнале Американской медицинской ассоциации было опубликовано сообщение о том, что у китайцев самый высокий уровень заболеваемости диабетом второго типа среди всех стран мира. Весь мир. Индия находится прямо за ними. Соединенные Штаты находятся прямо там наверху. Но граждане этих стран до сих пор помнят времена, когда никто не болел, никто не был толстым, ни у кого не было воспалительного артрита, ни у кого не было диабета второго типа. Они все это помнят. Они все еще помнят бабушку и дедушку. Мы не можем этого сделать. Здесь, в Соединенных Штатах, это было слишком давно. Но они могут это сделать. В Китае, например, до 1980 года диабетом страдало менее 1% населения. В настоящее время в Китае наблюдается самая высокая заболеваемость диабетом в мире. Что же произошло? Они изменили свои гены. Это несчастье, это гнев Божий. Они изменили свою пищу. Они стали одной из богатейших наций в мире, как и некоторые экономические страны, некоторые экономические общества, наиболее благополучные районы Индии. Они стали одними из богатейших людей в мире. Они толстые, у них диабет и болезни сердца. Я уже был там. Я сам это видел. Вы можете посмотреть документальные фильмы. Единственное, что изменилось, это еда. О, еще в те времена, когда фонд борьбы с артритом говорил нам, что диета не имеет никакого отношения к воспалительному артриту, было проведено множество исследований. Позвольте мне повторить это еще раз. В респектабельных медицинских журналах было опубликовано множество статей о случаях воспалительного артрита, таких как ревматоидный артрит, псориатический артрит, а также презентации случаев в крупных медицинских журналы, подобные этому британскому медицинскому журналу, опубликовали случаи с человеком, страдающим ревматоидным артритом, которому стало лучше, когда он отказался от молочных продуктов. А если вы зайдете на мой веб-сайт и заглянете в раздел «Актуальные темы артрит. Диета. Единственная надежда при артрите», то увидите обзор этих многочисленных статей. Некоторые из них относятся к тематическим исследованиям, а некоторые к наблюдательным исследованиям с участием 20, 30, 40 и даже 100 человек. Но, наконец, давным-давно, 23 года назад, было проведено рандомизированное одиночное слепое контрольное исследование с использованием вегетарианской диеты. Вегетарианская диета и ревматоидный артрит. И это исследование было опубликовано, и я бы сказал, что оно, возможно, является самым важным медицинским журналом в мире. Мне немного больше нравится британский медицинский журнал. Lancet занял бы для меня второе место. Но он определенно имеет репутацию, если не самого авторитетного, то одного из самых уважаемых медицинских журналов в мире. А в 1991 году журнал Lancet опубликовал результаты контролируемого исследования по голоданию и однолетней вегетарианской диете при ревматоидном артрите. Вот что они сделали. Около недели кормили их соком, а затем держали на веганской диете. И все те, кто соблюдал соковый пост и веганскую диету, почувствовали себя лучше. Все они получили положительные отзывы. А те, кому стало лучше, в целом придерживались этой диеты. Те, кто входил в контрольную группу, не придерживались этой диеты. И именно это они показали в ходе последующего исследования этих вегетарианцев, которых лечили, и этих людей, которых лечили веганской диетой. Это было 20 лет назад. Ничего не изменилось. Нет никаких исследований, подтверждающих обратное. Нет никаких исследований, которые могли бы сказать вам, что это не так. У нас нет денег на продвижение этой науки, даже несмотря на то, что на карту поставлены жизни людей. Это смертельно опасная болезнь. После 20 лет болезни ревматоидным артритом, около половины людей становятся инвалидами или умирают. Даже при наличии лучших доступных медикаментозных методов лечения. Это смертельно опасное заболевание. Мы опубликовали исследование еще в 2002 году, это было исследование веганской диеты с очень низким содержанием жиров для людей, страдающих ревматоидным артритом. Так оно и было, вы видите там ведущего автора. Мы провели это исследование и заплатили за него. Мы опубликовали его в рецензируемом медицинском журнале, в котором показано, что люди с активным заболеванием ревматоидным артритом. Если мы изменим их рацион питания, который вы едите сейчас, будут стало лучше. Но до сих пор никто не ответил. Позвольте мне объяснить вам, как у вас возникает этот воспалительный артрит. Первое, что вам нужно сделать, это иметь дырявый кишечник. У вас действительно дырявый кишечник. Другими словами, у вас есть кишечный тракт, который очень разборчив в отношении того, что попадает в ваш организм. Он не действует как решето и не пропускает в ваш организм все, что содержится в вашем рационе. Он отфильтровывается. Это интеллектуальная подкладка, которая принимает решение относительно того, что попадает в вас, а что нет. Если вы посмотрите на эту диаграмму, то увидите слизистую оболочку кишечника. Она состоит из своеобразных складок. Они называются ворсинками. Они отделяют пищу, которая находится в самом верху диаграммы, пищу, находящуюся в кишечнике, от внутренней части тела, которая представлена темной окраской и кровеносными сосудами. Лимфатическими сосудами вены и артерии, кровеносные сосуды, отделяющие пищу от внутренней части тела, должны проходить через этот кишечный барьер. Это вовсе не решето. Это дискриминационный барьер, который определяет, что попадает внутрь, а что нет. Первый шаг в возникновении этого воспалительного артрита заключается в том, что вы должны подавить, вы должны повредить эту различающую оболочку, этот единственный клеточный слой. Вы должны повредить его. И теперь в организм попадают вещи, которые не должны попадать в организм, и в первую очередь то, о чем мы говорим, попадает в организм человека. Организм состоит из животных белков. В настоящее время существует заболевание, называемое целиакией, которое в наши дни пользуется большой популярностью. Речь идет о глютении целиакии, и это настоящая проблема. Состояние. И если у вас есть целиакия, которая встречается редко, то может быть у одного из 200-250 человек, и уж точно меньше, чем у одного из 100 человек. Целиакия. А теперь скажите, что происходит, когда вы едите пшеницу, ячмени, рожь, вы потребляете глютеновую часть, глютеновый белок, который у этих немногих людей менее чем один из 100. Может быть, один из 250, а может быть и меньше, происходит вот что. Глютен, содержащийся в пшенице, ячмене и жи, повреждает слизистую оболочку кишечника, в результате чего у вас развивается дырявый кишечник. Люди, страдающие целиакией истинными проблемами с глютеном, имеют гораздо более высокий риск развития аутоиммунных заболеваний, включая ревматоидный артрит. Гораздо более высокий риск развития заболеваний щитовидной железы, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний. И в результате это одна из вещей, на которую вам следует обратить внимание с точки зрения решения диетических проблем людей, их диеты, сопутствующей артрит. И вы должны учитывать тот факт, что у них может быть целиакия. И вы можете сделать шаг, о котором мы сейчас поговорим, исключить пшеницу, ячмени, рожь из их рациона питания. Однако обычная американская диета также повреждает слизистую оболочку кишечника, вызывает непроходимость кишечника и его проницаемость. Известно, что именно это происходит с пищевыми жирами. Известно, что диеты с высоким содержанием холестерина способствуют этому, а также растительные масла, да, именно растительные масла, как известно, также способствуют этому. Так что дело не только в том, чтобы придерживаться диеты с низким содержанием жиров и не употреблять животную пищу. Вы также должны обращать внимание на растительные масла в своем рационе. Это было доказано в ходе исследования, посвященного голоданию и вегетарианской диете, которая проводилась при ревматоидном артрите. Эти люди соблюдали постоянный. Самая эффективная диета с низким содержанием холестерина – это голодание на воде. И как показали многочисленные опубликованные исследования, посвященные водному голоданию и воспалительным артритам, таким как ревматоидный артрит, пациентам стало значительно лучше. Почти всем из них значительно лучше. И вот что они сделали в этом конкретном исследовании – быстро выпили воду, а затем перешли на веганскую диету. Будьте осторожны с веганской диетой, потому что в этой веганской диете было очень много растительных масел, и у них случился рецидив. У них случился рецидив. 42% жира было в растительном масле. У них случился рецидив, потому что это растительное масло токсично для организма и слизистой оболочки кишечника. У пары человек с псориатическим артритом действительно случился рецидив. В остальном у тех, у кого был ревматоидный артрит, случился рецидив. Так что это нечто большее, чем просто соблюдение диеты без продуктов животного происхождения на основе крахмала. Она также должна быть с низким содержанием жиров и должна быть специфичной. В ней должно быть очень мало этих растительных масел, значит вы повредили слизистую оболочку кишечника. Как следствие, в организм попадают какие-то вещества, которые являются следующим шагом в возникновении этой аутоиммунной проблемы. Организм защищает себя, когда в него попадают чужеродные вещества. И он защищает себя одним из способов, лимфоцитами, вырабатывающими антитела. И вот что изображено на этом слайде, лимфоциты, вырабатывающие антитела, которые выглядят как эти маленькие уай-образные структуры. Это антитела, и они специально направлены против чужеродных белков. Например, если вы заразились вирусной инфекцией, вирус попадает в ваше тело, и вирусная оболочка, представляющая собой белок, вызывает иммунную реакцию. Она является чужеродной для вашего организма. Она проникла в него. Этого не должно было быть, но она проникла в слизистую оболочку дыхательных путей или кишечника из-за повреждения этого барьера, как мы уже говорили. Вам нужно повредить барьер, и в организм попадут вещи, которые не должны попадать в организм. В данном случае речь идет о вирусе. У вас нет никаких проблем с пониманием этого вопроса. Таким образом, когда вирус попадает в ваш кровоток, организм вырабатывает антитела в качестве вторичной реакции. Во-первых, он хочет не допустить проникновения вируса. Таким образом, дыхательные пути, кишечные пути пытаются вывести этот вирус гриппа и так далее из организма. Но когда это не удается, вирус проникает в ваше тело, и ваше тело вырабатывает антитела против этой вирусной оболочки. И это очень специфично. Эти антитела подобны замку и ключу. Антитела, вырабатываемые лимфоцитами, предназначены для специфических оболочек вируса, специфических последовательностей аминокислот. И вот почему, вот почему, когда вы заболеваете одним гриппом в течение одного года и вырабатываете антитела к нему в течение этого сезона гриппа. Этот грипп больше никогда не повторится. Но на следующий год появляется новый вирус гриппа, который имеет другую белковую оболочку. Все начинается сначала. Но организм будет вырабатывать антитела против того вируса, который попал в вашу кровь. Это убьет эти вирусы. Он помнит этот вирус. У него есть память. Но когда в организм попадает новый вирус, ему приходится начинать все сначала. Таким образом, организм вырабатывает антитела к этим чужеродным белкам. Эти антитела в основном просто атакуют вирус, но иногда, когда вы заболеваете вирусным заболеванием, у вас также появляется некоторый связанный с ним артрит. У вас возникает воспаление и другие проблемы, потому что эти антитела атакуют не только вирус, но и различные части тела. Причиной возникновения аутоиммунных заболеваний, включая ревматоидный артрит, волчаночный артрит и псориатический артрит, является попадание чужеродного белка в вашу кровь. В данном случае речь идет о говядине. Говядина не должна содержаться в вашей крови. Это чужеродный белок. Это коровий белок. Он проникает через слизистую оболочку кишечника в кровоток. Теперь у вас в крови плавает коровий белок. Организм думает, что это может быть бактериальная оболочка. Это может быть вирусная оболочка. Это чужеродный белок. Таким образом, он вырабатывает антитела из лимфоцитов, которые атакуют этот говяжий белок должным образом, как это было бы с вирусом. Или в случае с молочными продуктами происходит то же самое. Белок коровьего молока теперь попадает в вашу кровь, и организм вырабатывает антитела против белка коровьего молока. Он атакует белок коровьего молока, как и должно быть. К сожалению, это не так уж специфично. И в результате он атакует не только белок коровьего молока, но и аналогичные белки в вашем организме. Это называется молекулярной мимикрией. И организм будет вырабатывать антитела, которые атакуют этот белок коровьего молока, но также атакуют похожие на него белки, скажем, бета-клетки. Клетки вашей поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. И вот теперь организм, который выработал соответствующее антитело к этому чужеродному белку, который является обычным белком, обнаруживает почти идентичные последовательности аминокислот, скажем, на бета-клетках поджелудочной железы. Теперь он атакует эти бета-клетки, разрушает их, и у вас развивается диабет первого типа. То же самое происходит с хрящами, коллагеновыми тканями и суставами. И мы убедились в этом в ходе научных исследований. Существует перекрестная реактивность. Существует такая молекулярная мимикрия, при которой организм будет перекрестно реагировать, например, с белком коровьего молока. Вы едите белок коровьего молока, сыр, коровье молоко и так далее. И то же самое может произойти с козьим молоком, китовым молоком или любым другим молоком. Вы получаете его в организм, белки в кровотоке, организм вырабатывает антитела, как и должно быть к этому чужеродному белку. Но эти антитела не только атакуют чужеродный белок коровьего молока, но и разрушают его. Найдите похожие последовательности аминокислот в тканях ваших суставов, и они атакуют их, вызывают воспаление. И именно так вы получаете эти воспалительные артриты, а также целый ряд аутоиммунных заболеваний. Это не просто артрит, это аутоиммунные заболевания, с которыми вы хорошо знакомы. Когда я говорю об аутоиммунных заболеваниях, вы думаете, что организм атакует сам себя? Так оно и есть. Насколько же глупо, что организм атакует сам себя? Зачем ему это делать? Он атакует волосяные фолликулы, что приводит к выпадению волос. Он поражает позвоночник, вызывает анкилоз, спотлит. Он поражает кишечник, вызывая болезнь крона. Он поражает мышцы кожи, вызывает дерматомиазит, диабет первого типа, когда поражает поджелудочную железу. Воспалительный артрит, псориатический артрит, волчанка, различные виды артрита, это когда он поражает суставы. У всех них есть общее. Организм атакует сам себя, потому что повреждается слизистая оболочка кишечника, так что эти чужеродные белки могут проникнуть в организм. Чего они не должны делать, точно так же, как и другие виды артрита. Вирус не должен проникать в ваше тело. Но как только он появляется, организм вырабатывает антитела к этому чужеродному белку, как и должно быть. Но поскольку у нас есть молекулярная мимикрия, другими словами, молекулы являются копиями. Они похожи между вашими собственными тканями. Будь то щитовидная железа, почки и так далее, между вашими собственными тканями и этим чужеродным веществом, в данном случае пищевым белком. Именно так можно заразиться аутоиммунными заболеваниями. Рассеянный склероз – это аутоиммунное заболевание, и мы только что закончили исследование, посвященное диетическому рассеянному склерозу. Одним из наиболее распространенных симптомов рассеянного склероза и инвалидизирующим симптомом является усталость. Точно так же обстоит дело и с людьми, страдающими ревматоидным артритом и другими аутоиммунными заболеваниями. Еще одна проблема питания, которую все признают при рассеянном склерозе, артрите или других аутоиммунных заболеваниях, заключается в том, что людям следует сбросить вес. У вас более высокий риск развития рассеянного склероза, более высокая вероятность повреждения мозга в результате аутоиммунного заболевания, более высокая частота его возникновения. И вы делаете еще хуже. Кроме того, у вас будут более серьезные приступы и более быстрое прогрессирование заболевания, если вы толстый, чем если вы худой. То же самое происходит и с артритом, даже с воспалительным артритом, а у людей, страдающих рассеянным склерозом, у которых дела обстоят хуже, уровень холестерина в крови повышен. Мы изучали рассеянный склероз и диету. И я хочу, чтобы вы знали, что эти связи связаны со всеми иммунными заболеваниями, такими как избыточный вес, высокий уровень холестерина и высокий уровень холестерина в крови. А также некоторые из симптомов и признаков связаны между собой. Именно поэтому я хочу поговорить с вами об аутоиммунном заболевании, которое мы изучили с научной точки зрения и о ваших проблемах с артритом. Вот краткий обзор плаката. Вы можете найти его в моем информационном бюллетене за июль 2014 года. Речь идет о наших результатах в области диетического рассеянного склероза в Университете здравоохранения и науки штата Орегон. Это было однолетнее рандомизированное однократное слепое контрольное исследование, проведенное Университетом здравоохранения и науки штата Орегон для тестирования диеты Макдугала. Люди, получившие образование прямо здесь, на этом курорте, изучали диету и изучали влияние этой диеты на развитие рассеянного склероза. Это еще одно аутоиммунное заболевание, такое же, как ваш артрит. И когда вы прочтете краткое содержание этого конкретного плаката в моем информационном бюллетене за июль 2014 года, вы увидите, что мы показали некоторые феноменальные вещи. Мы показываем все, что хотели показать, но мы показали феноменальные вещи. Мы доказали, что диета безопасна, а это очень важно. Совет по институциональному обзору не одобрил бы это исследование. Им потребовался целый год, чтобы решить, безопасно ли кормить людей картофелем. Мы проявили полное послушание. Мы снизили общее потребление жиров с 40% в контрольной группе до 15%. Мы показали, что 80% людей будут придерживаться диеты в 100% случаев. Это результат проведенного независимого анализа. Мы показали, что среднее снижение уровня холестерина на 20 пунктов сохраняется в течение года. При среднем снижении веса в течение года будет сохраняться вес на 20 фунтов. И на следующей неделе в Филадельфии будут представлены наши результаты по усталости и рассеянному склерозу. Усталость является инвалидизирующим симптомом у пациентов с рассеянным склерозом, как и у пациентов с ревматоидным артритом. 80% людей сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с усталостью, и это является основной причиной того, что люди бросают учебу и свою профессию. И все же то, что мы показали и представим на следующей неделе, это тот факт, что изменение такого вида диеты немедленно избавляет людей от симптомов усталости, основываясь на трех независимых оценках. И не только эта усталость сразу же исчезла, но и это снижение усталости, улучшение самочувствия сохранялось в течение одного года. При рассеянном склерозе происходит то же самое, что и при воспалительном артрите. В тех 10 случаях воспалительного артрита, которые я опубликовал в своем информационном бюллетене за май 2014 года, приведены примеры, заслуживающие вашего внимания. Для публикации в крупном медицинском журнале достаточно трех тематических исследований. Почему же я этого не сделал? Я бы доставил вам слишком много хлопот. На самом деле на восточном побережье есть врач, который хочет провести эти 10 исследований с участием 10 человек и поместить их в медицинский журнал. И она может это сделать, если у нее есть силы и время, и она, вероятно, так и сделает. Но я опубликовал это для вас в нашем информационном бюллетене, который прочитали сотни тысяч людей и не получил никакой реакции, кроме положительной. Эми Феллоу очень больная женщина. Она не могла вытащить своего сына из кроватки. Она была инвалидом и полностью излечилась от ревматоидного артрита. Вы можете прочитать о ней в моем информационном бюллетене за май 2014 года. Меня что-то начало болеть в плече, и мне было трудно сделать прическу по утрам и собраться с мыслями. А потом оно переместилось на мое колено и просто переместилось в разные части моего тела. И вот тогда мы начали беспокоиться о том, как к тому, что это было. И вот мы начали ходить и проверять разных врачей. Я не могла носить много подобных колец или украшений, потому что они не сидели бы у меня на пальце. Самым трудным было просто ходить пешком. Я не могла стоять на цыпочках. Мне было трудно ходить из класса в класс, потому что я хромала и принимала адвил, но это никогда по-настоящему не помогало. Но да, так что в основном я просто хромала, а потом, когда у меня болело плечо, я действительно несколько дней болела на работе, потому что не могла этого сделать. Я работала в обувном магазине, не могла поднимать коробки и просто не могла двигаться. Мне пришлось съесть очень много супов и яблочного пюре. А потом все прошло. Первые два дня я просыпалась без боли, потому что раньше всегда просыпалась с отеком и болью. Мне было просто трудно встать с постели. Так что первые два дня я просыпалась без боли, и именно тогда я поняла, что мне стало лучше. И так с тех пор или с тех пор с каждым днем мне становилось все лучше. Иногда это полностью исчезало, но потом как бы случайно. В один прекрасный день у меня начиналась боль в пальцах и ногах, и потребовалось 4 месяца, чтобы она полностью прошла. И с тех пор у меня не было никаких проблем. Любой тип боли, если только я случайно не проглотила что-то с молочными продуктами. Но тогда я знаю, что на следующий день это повлияет и на меня. Это Джулия Бейкер, ей 16 лет. Она шла по улице и не могла угнаться за своей мамой. Она была очень больна. У нас сложились хорошие отношения. Она изменила свой рацион питания. Вот каких результатов она добилась в 16 лет. Теперь я продолжаю работать с Джулией Бейкер. С тех пор прошло уже 5 лет. Примерно полтора года назад у нее снова начались проблемы с артритом, и я поговорил с Кэрол Миллер Бейкер, ее мамой, и сказал ей, что в этом нет никакой тайны. Так вот, на прошлой неделе я поговорил с мамой, и вот что она мне сказала. Это ее фотография Джулии Бейкер в возрасте 21 года. Я знаю, что это очень печальная фотография для мамы, когда ее дочь выглядит вот так. Я живу полной жизнью. Она выросла из 16-летней девочки, которая ходила прихрамывая, испытывала постоянную боль, иногда могла поднять ее на ноги. Закинув руки за голову, она обращается к 21-летней женщине, окончившей колледж и живущей безболезненной жизнью. Вы должны были ожидать этого. У вас ювенильный ревматоидный артрит, и вы должны были ожидать этого. У Деби Кокрилл был ужасный артрит. Она не могла встать с постели. Она была в ужасном состоянии. Вы можете прочитать о ней в моем информационном бюллетене за май 2014 года. Она была в депрессии и полностью вылечилась. Лесли Крейн сказала нам, что моему мужу пришлось перестать держать меня за руки. Лежа в постели, я зубами подтянула одеяло кверху. У меня на столе лежали плоскогубцы, чтобы зажать чернильный картридж и извлечь его из принтера. Это была женщина-инвалид, которая изменила свой рацион питания и полностью излечилась от ревматоидного артрита. Я не могла ездить на велосипеде. А еще мой сын и мой муж хотели каждые выходные кататься на велосипедах. Я подумала, хорошо, я могу поехать. Потому что боль была такой ужасной, что я не могла справиться с ней, как с велосипедом. Я даже не могла понять, как поддерживать свое тело на велосипеде. И самое ужасное, что я чувствовала себя так, как будто мне неприятно это говорить, но я чувствовала себя как пожилая леди. Я подумала, боже, я не могу в это поверить. Я так испугалась. И к тому же я не смогла выдавить из бутылочки шампунь, чтобы втереть его в волосы. Я не смогла открыть свое лекарство. Похоже, что первые результаты были получены в течение нескольких недель, и мне нравятся полные результаты, такие как то, где вы проводите время, не чувствуя никакой боли. Я думаю, что потребовалось около трех месяцев, чтобы получить реальные результаты. И вы испытываете потрясающие ощущения, когда можете вернуться к бегу. Когда вы можете это делать, и когда у вас есть эта болезнь. И вы показываете другим, что можете двигать руками и пальцами вот так. Это самое удивительное. Вы узнаете эту предысторию. Вот это здесь. Это была последняя программа углубленного изучения в выходные дни. Паула пришла просто сказать вам спасибо. Да. Тяжелый псориатический артрит полностью излечен. Вы можете прочитать об этом в моем информационном бюллетене за май 2014 года. Как часто это происходит? Это также близко к тому, чтобы выпить полбутылки виски с похмелья. Вам следует ожидать подобных результатов при воспалительном артрите. Все началось с того, что мне просто нужно было принять адвил, чтобы пережить этот день. А потом дошло до того, что я не могла заснуть. А потом дошло до того, что я не могла ни заснуть, ни продолжать спать. А потом дошло до того, что это продолжалось почти 24 часа. И я просто боролась за то, чтобы понять, как далеко я смогу продвинуться, не съев ни одной пригоршни адвила. Я принимала пригоршню таблеток от Вилла, испытывала ужасное расстройство желудка, съедала кусочек хлеба, переходила из спальни в глубокое кресло и ложилась на диван, пытаясь получить хоть какое-то облегчение, пытаясь хоть немного поспать. Дело дошло до того, что я действительно не могла пойти на работу, потому что очень устала. Тогда у меня начиналась депрессия, потому что мне казалось, что я просто не могу нормально функционировать. И с этого момента всё пошло по спирали. Я впала в такую депрессию, что даже подумывала о самоубийстве. Первые пару дней я чувствовала себя не очень-то по-другому, но потом, на третье утро, проснулась и поняла, что проспала. По-моему, я проспала около двух часов. И когда я проснулась, у меня не было ни спазмов в бёдрах, ни ужасной головной боли в шее. Мои плечи не причиняли мне боли. И я подумала, что это очень волнующе. А потом, на шестой день, я проснулась и поняла, что проспала более четырёх часов и почувствовала себя хорошо. А потом, после этого дня, я просто начала чувствовать себя всё лучше и лучше. И это было примерно к концу, после шести недель, когда у меня буквально не было никакой боли. Это один из моих любимых пациентов с ревматоидным артритом. Она связалась с нами. У неё начались проблемы примерно в 1990 году. Примерно в 1996 году у неё были проблемы с ходьбой по комнате. Она занималась медицинским бизнесом, и в результате она слышала, что смерть не имеет никакого отношения к ревматоидному артриту. А потом она обратилась к врачу по ревматоидному артриту, и врач по ревматоидному артриту предложил ей пройти курс лечения. Она начала регулярно принимать метатриксат. Но она занималась медицинским бизнесом и боялась принимать эти препараты. Она связалась со мной примерно в 2000 году после того, как изменила свою диету, и сказала мне, что у неё произошли огромные изменения. И она практически излечилась от ревматоидного артрита. И я сказал, Филлис Хейфи, давай расскажем твою историю. Она сказала, нет, я действительно чувствую себя немного неловко из-за того, что рассказываю свою историю. Я не хочу ее рассказывать. Я не хочу, чтобы это стало достоянием общественности. А потом она написала мне в 2004 году, в июле 2004 года, она сказала, я хочу рассказать свою историю. Причина, по которой я хочу рассказать свою историю, заключается в том, что я только что вернулась из Парижа со своим мужем и двумя детьми. И мы прошлись пешком по всему Парижу. И в то время ей было 46 лет. Однажды я путешествовала, чтобы провести некоторое время со своими родителями, которые живут в другой провинции. И у них по какой-то причине в течение двух дней я вообще едва могла ходить. На самом деле я вообще не могла ходить. И это было так плохо, что когда я пыталась ходить, у меня буквально ничего не получалось. Слезы текли по моему лицу из-за боли, которую я испытывала. И я просто не понимала, от чего это было. Она сразу же выписала мне рецепт. И я спросила, что это такое, и она сказала, что это что-то под названием метатриксат. Позже я узнала, что это препарат, который используется для лечения больных раком, или одна из его форм. Но в то время она сказала мне, что это очень сильное лекарство. И мне понадобится, и я буду терпеть это всю оставшуюся жизнь. А потом она сразу же сказала, а теперь я хочу назначить вам первый анализ крови. И я спросила, что это такое. Сказала она, вам придется вернуться. Поначалу, по-моему, мне приходилось давать анализ крови примерно каждые 3-6 недель. Я спросила, в чем дело. И она сказала, что это может оказать очень неблагоприятное воздействие на печень, если за ней не следить должным образом. Я, наверное, не очень хорошо понимала то, что она говорила, но что я действительно поняла, так это то, что это был очень серьезный препарат. Но, наверное, я забыла сказать вам, что последнее, что она сказала мне, было «не торопись». И она знала, что я я собиралась поискать в интернете и подумать, сказала она. Но ты очень скоро вернешься. Потому что на самом деле вы ищете какое-то лекарство с помощью пищи, а его нет. Так что это, наверное, пугало меня больше всего на свете. И поэтому, когда я вышла из ее кабинета, моя реакция была такова. У меня ужасная болезнь, и я думаю, что это было почти как смертный приговор. И я не знаю точно, потому что тогда я еще недостаточно разбиралась в этом деле. Но мне показалось, что это было очень серьезно. И мне действительно нужно было быстро с этим разобраться. Это было 10 лет назад. То же самое было и раньше. Филлис Хейфи, не хотели бы вы подойти и рассказать нам, как у вас сейчас идут дела? Я не знаю, работает ли микрофон. У меня в руке моя бумажная салфетка, потому что я начала плакать. Я подумала, что поскольку у меня осталось совсем немного времени, я хочу рассказать вам историю о том, что произошло около часа назад. На улице было прекрасное солнечное сияние. Я только что закончила есть. И я сказала, что собираюсь совершить свою 30-ю прогулку по этому отелю за последние три дня. И вот я вышла на улицу, обошла вокруг здания с этой стороны и увидела самый красивый цветущий куст. Он был просто прекрасен, и он находился очень высоко. И я сказала, что собираюсь сфотографировать этот цветущий куст и выложить его на свой телефон. Так вот, вот что я сделала. Я постараюсь не делать слишком много, потому что это может помешать работе микрофона. Первое, что я сделала, это взяла с собой свою сумочку. Поэтому я наклонилась и положила ее на землю. Я позаботилась о том, чтобы вокруг меня не было никаких карточек. А потом я не смогла забраться достаточно высоко, чтобы убрать с дороги что-то вроде забора, потому что он действительно был очень высоко. Так что я встала на что-то вроде бордюра, маленькую узкую штучку, что не очень безопасно делать. А потом я просто приподнялась на цыпочки, подняла руки вот так, и мне потребовалось около трех минут, чтобы сделать идеальный снимок. И я просто как бы действительно попробовала это сделать и потянулась. И я думаю, что у меня получился идеальный снимок, и он есть у меня на телефоне. Что это значит? Это значит, что ни один из моих суставов у меня не болит. И они не причиняли мне боли уже 13 лет. Так что я просто хочу сказать вам, да, у меня есть свои бумажные салфетки. И мне не стыдно плакать из-за своих собственных слез. Я хочу рассказать вам об этом огромном успехе, которого я добилась. И я так взволнована тем, что вижу этих замечательных людей, которые тоже добились успеха. И я расскажу свою историю кому угодно в любое время. И это чистая правда. Спасибо тебе, Джесс. Сегодня мы могли бы провести время в лучшем месте. Большое тебе спасибо. Спасибо вам. Вы очень-очень добры, что поделились с нами своими впечатлениями. Но ведь это действительно так, леди и джентльмены. Это именно то, чего вам следует ожидать, то, что вы видите у Филлис, или у Паулы, или у любого другого человека. Это всегда срабатывает. Это похоже на диету и избавление от запоров. Как я уже сказал, это причинно-следственная связь, но никто об этом не знает. Об этом никому не говорят. И это не значит, что люди пытаются быть злыми по отношению к вам. Это всего лишь бизнес. Это просто простой и понятный бизнес. Так что то, как вы к этому относитесь, заключается в том, чтобы придерживаться базовой диеты Макдугала, как мы подавали вам здесь в эти выходные. Здесь очень вкусная еда. Есть ли какой-то компромисс? Есть ли в этом какой-то недостаток? Вы от чего-то отказываетесь? Да, вы отказываетесь от инвалидного кресла, ранней смерти, инвалидности, рака лекарств. Мы не говорим о визитах в офис, лабораторных анализах или потере работы. Речь идет всего лишь о простой еде. Вы относитесь к этому с помощью базовой диеты Макдугала? Да, именно так вы и поступаете. И если вы хотите сделать следующий шаг, но это, по-видимому, не решит проблему, скажите, что нужно отказаться от глютена. Мы подаем блюда. Я не помню, есть ли они у нас в этих конкретных продуктовых линейках, но обычно мы так и делаем. У нас есть продукты, помеченные как безглютеновые или небезглютеновые. Есть несколько человек, которым необходимо сделать этот шаг. Сколько их всего? Один человек из 101, а другой из 250. Но мы не хотим никого упустить. Так что просто придерживайтесь безглютеновой диеты Макдугала. Есть так много вещей, которые вы можете съесть. Это рис, сладкий картофель, картофель, фасоль, горох, чечевица. Здесь нет никаких ограничений. Но если вам нужно стать немного более серьезным, то на самом деле есть один случайный человек, возможно, из всех людей с воспалительными заболеваниями артрита. О которых я заботился на протяжении многих лет, которых, вероятно, насчитывалось более 50, а может быть и 100. Было несколько человек, которым пришлось сделать еще один дополнительный шаг. И этот дополнительный шаг заключался в том, чтобы включить их в программу элиминации, что является очень эффективным подходом. Если у вас есть серьезные заболевания, и вы не можете решить их с помощью базового плана разнообразного питания, который у нас есть. Мы посадили вас на исключающую диету, которая в основном состоит из риса и сладкого картофеля в качестве крахмала, а затем вы добавляете вареные зеленые и желтые овощи. Да, я знаю вареные фрукты. Вы не часто их едите, но именно это вам и нужно делать. Приготовление пищи приводит к денатурации белков. Редко кому приходится делать этот заключительный шаг. Но это уже есть, это доступно и бесплатно. Это решение проблемы. Это гораздо лучше, чем принимать препараты для химиотерапии рака или худшие биологические препараты. У вас есть возможность просто изменить свой рацион питания без каких-либо затрат. И как я уже много раз подчеркивал, это лучшее решение проблемы крахмала не только для здоровья отдельных людей, но и для общества в целом, а также для планеты Земля. Большое вам спасибо за ваше внимание.